На прошлой неделе Apple представила самый аудиофильский айфон в истории. Почему? Потому что новый цвет девайса называется Deep Purple. Deep Apple. Deep Purple. Баклажан. Сходу вдарим по хаэнду. Когда я впервые увидел презентацию этой акустики, моя реакция была примерно следующей. На самом деле я не думал, что их запустят в серию раньше 23 года, но нет, датчане объявляют старт продаж своего нового суперфлагмана – Dali Core. Если бы у меня была шляпа, я бы снял ее перед дизайнером, который, судя по всему, вдохновлялся чем-то из «Звездных войн». Ну а зная, как звучат компоненты Dali, эти красавцы точно найдут свою аудиторию, несмотря на внушительный прайс 40 тысяч евро. Еще одну хаэнд-новинку представили американцы из Wilson Audio, показав систему Alexia 5, которая даже непонятно из чего сделана. Производитель просто заявляет фирменные материалы Material S, Material V и Material X. Ну а чтобы всем стало понятно, что это все-таки дорого-богато, и за это стоит выложить свои кровные 67-79 тысяч долларов, приправляю список материалов авиационным алюминием, сталью и вишенкой на торте в виде золотых коннекторов. А какие из этих монстров понравились больше вам? Поделитесь с нами в комментариях. Любимая многими, в том числе и в нашей стране, линейка саундбаров полка Audio Magnify в ближайшее время пополнится новой моделью – Max AX-SR с поддержкой Dolby Atmos и DTS-X. Внутри новинки уместились 11 динамиков, включая отдельно выделенный подцентральный канал, а также два направленных вверх, ну для того самого эффекта голоса бога. В комплект поставки также входит 10-дюймовый саб и пара тыловых спикеров, а за объемное звучание отвечает фирменная система SDA. Само собой, взрослую систему домашнего кинотеатра ни один саундбар не заменит, но учитывая демократичный ценник, удобство использования и функционал, точно равнодушным не оставит. Украсить осеннюю серость помогут яркие вертушки от Project, уже сияющие на полках пультру Казани. Свежие компоненты Matrix уже ждут вас в Самаре, а новый Auralic G2.1 заставит взглянуть по-новому на стриминг пермских аудиофилов. Кроме того, еще раз смею напомнить про главное событие этих выходных – Fresh Hi-Fi in Vinyl Show в Санкт-Петербурге. Событие, которое лично я пропускать не намерен и вам не советую. Регистрация по ссылке в описании. АВ-ресивер, скажете вы? Интегральный усилитель для домашнего кино, ответит Primare. SPA-25. В чем разница? В отсутствии эфирного тюнера. В общем, 9 каналов по 100 Вт на каждый, причем это при полной загрузке. Возможность добавления еще двух каналов при помощи дополнительного усилителя. Само собой, Atmos, Dirac, DTS-X, 4K и много других страшных слов, которые мы уже с вами воспринимаем как должное, а также новый универсальный пульт дистанционного управления, способный управлять как существующими, так и несуществующими девайсами компании. Старт продаж намечен на ноябрь. 14 сентября 1983 года родилась Эмми Вайнхаус, к сожалению, вошедшая в печально известный клуб 27. Несмотря на свой недолгий век, Эмми вписала свое имя не только на странице мировой истории музыки, но и на странице книги рекордов Гиннеса, как первая и единственная британская певица, получившая 5 Грэмми. Промокод на винил в описании. Быть в курсе последних новостей из мира хай-фай помогут наши социальные сети. Не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться на канал. До встречи в городе на Неве. Всем хай-фай!